Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я по образованию инженер, по специальности электропривод и автоматизация. И это видео первое в серии видеороликов о программировании микроконтроллеров. Сейчас, сидя на карантине, у меня появилось время и желание для реализации своих идей. Одной из таких идей было создание собственного контроллера для дальнейшего его использования в различных проектах. Проблема, которая натолкнула меня на эту затею, это отсутствие бюджетно защищенных микроконтроллеров, ориентированных на задачи управления, автоматизации, умный дом. На выбор было три варианта. Это всем известный Arduino, микроконтроллеры STM32 и микроконтроллеры Atecas Instruments. Так как я по роду своей деятельности активно работаю с программируемыми логическими интегральными схемами типа FPGA, рассматривал их, но из-за их стоимости вопрос сразу же отпал. Я не выбрал Arduino, поскольку их микроконтроллеры недостаточно быстрые для расчета элементов систем управления. Также вызывают сомнения и технические характеристики периферии микроконтроллеров. На мой взгляд, было бы некорректно обойти стороной и не показать веб-сайт Arduino. Что тут можно сказать? Ребята очень сильно постарались и сделали довольно стильный и удобный, по моему мнению, сайт. Все четко рубриковано, но это и не удивительно, ведь крупная часть потребителей их продукции – это школьники и студенты. Особо стоит отметить наличие огромного справочного раздела, содержащего как руководство по освоению, так и тематические уроки и подробное описание каждой предлагаемой функции не только среды разработки, но даже для библиотек, получивших статус официальных. И все это с примерами. Ну и, конечно же, удобный форум, где пользователи могут задать интересующий их вопрос и получить ответ от экспертов. Помимо этого, у них есть еще и официальный магазин, предлагающий большое множество комплектов для изучения прикладного программирования для детей младших классов, для детей старших классов и для студентов. Любой может купить такой набор и начать программировать. Есть также и предложения для промышленности, где они предлагают целую экосистему для создания интернета вещей, ориентируясь на коммерческое применение. Для этих наборов применяются компоненты с улучшенными характеристиками, новая, очень мощная линейка контроллеров, множество вариантов беспроводных коммуникаций, включая такие экзотические, как LAROVAN. В общем, по моему мнению, отличный сайт. Что касается контроллеров Artecas Instruments, то да, контроллеры безусловно крутые. Тем более, мои коллеги активно работают с ними, осваивают и в диалогах постоянно их хвалят. Хвалят за великолепную поддержку. Отличный сайт у Техаса, где они расскажут о том, что можно сделать с их железом. Сайт Texas Instruments. Его особенностью является простой и понятный дизайн в сочетании с удобной категоризацией. Отметим, что последнее является жизненно необходимой, ведь Техас – это крупнейший производитель аналоговых микросхем, да и цифровых они производят огромное разнообразие. Стоит отдать должное Texas Instruments за их дизайн страниц продуктов. На них в удобной форме сведены как важные сведения и характеристики о продукте, так и вся касающаяся устройства документация, отладочные наборы, в которые входит описанное устройство, и даже более, референс дизайны – подробнейшие описывающие процесс проектирования с расчетами и теоретическими обоснованиями для выбора устройства. Наличие такой документации, разумеется, влияет на выбор их продуктов разработчиками, потому что позволяет не гадать, подойдет или не подойдет то или иное устройство для задачи. Показано, как выбирать для него обвязку, какие могут быть подводные камни в проектировании. Помимо этого, существует обширная база данных с различными статьями, качественно написанными и снятыми видео лекциями и презентациями. У Texas Instruments также есть университетская программа, где они предлагают оснастить лаборатории с современными исследовательскими стендами. Также в рамках этой программы предлагаются обучающие материалы по оборудованию, существует возможность общения с инженерами, разработчиками и так далее. В общем, замечательный сайт. Все, на мой взгляд, на высшем уровне. Великолепные примеры программ, которые запускаются по одному челчку. То есть новичку, который садится осваивать контроллер Техас, не составит особого труда сделать это в кратчайшие сроки. И это безусловное преимущество. Не оспорим тот факт, что эти контроллеры и в плане железа напичканы всякими разными приблудами, и полезными для задач электропривода. Не только. Также стоит отметить наличие многоядерных линеек микроконтроллеров, позволяющих добиться высочайшего быстродействия, сильно не заморачиваясь. Контроллеры STM32. С ними активно работает мой близкий коллега. Использует их в своих проектах, связанных с управлением котлами и горелками. Именно с них я начал освоение контроллеров. Именно с платы STM32 Discovery Value. Для меня было проблемой только освоение этих контроллеров. Я не нашел ресурса, где было бы четко прописано. Делай раз, делай два, получишь вот это. Если хочешь по-другому, то делай три. В итоге, конечно же, я его запустил. Провел необходимый мне эксперимент, но, как говорится, осадочек-то остался. Но они, в свою очередь, подкупают универсальностью, широтой возможных применений и наличием огромного количества плат для разработчиков с самым различным оснащением. От простых плат типа Nucleo, на которых установлен только контроллер и программатор, до впечатляющих мультимедийных модулей вроде Discovery F746, оснащенных сенсорными дисплеями, USB-портами, датчиками, микрофонами, вплоть до разъемов для подключения камеры. Также существует несколько двухъядерных моделей, ориентированных на достижение энергоэффективности и мультимедийности. Следует упомянуть и о платах типа BluePill и BlackPill, которые пользуются неизменной популярностью среди радиолюбителей. Надо сказать, что они обладают шикарной ценой в целых 2 доллара за штуку и имеют достаточно малый размер для встраиваемости в любые устройства. Сайт компании ST Microelectronics. Компания, как и Техас, выпускает не только контроллеры. Во вкладке «Продукция» можно увидеть широкий список полупроводников, микросхем и т.д. Самый сложный, по моему мнению, сайт. Чтобы в нем освоиться, нужно потратить время. Также стоит отметить, что этот сайт самый медленный из рассмотренных и заметно тормозит при работе. Особо стоит отметить, что документация хоть и имеется, но написана она намного хуже и менее подробно. Конечно же и здесь есть обширная база данных с различной информацией о том, как и где применять их железо, но она менее подробная и хуже сгруппирована. Стоит отметить хорошую техническую поддержку в виде форума, где вы сможете получить ответ на ваш вопрос от специалистов компании ST либо от профессионалов в интересующей вас области. Но, к сожалению, политика ST по поддержке устройств часто приводит к тому, что уже имеющиеся устройства или используемая библиотека перестают поддерживаться в новых продуктах. Ярким примером можно назвать несовместимость новой среды Куб ЭДЕ с самой известной популярной дешевой отладочной платой Discovery Value. Почему несовместима? Потому что разработчики среды не хотят тратить время и силы на поддержку старой платы, но продолжают ее продавать. В общем, на мой взгляд, сайт не очевидный. Тяжеловато найти на нем нужную информацию быстро, а даже та, которую можно найти, отличается рыхлостью и иногда непонятно. Давайте подытожим, что у нас получилось. Как видно из таблицы, явно выделяются Техасы и СТМ. Итак, на одной чаше весов встали микроконтроллер и Техас Инструментс, на другой – СТМ-32. И вот теперь, поняв, что Техас действительно то, что мне нужно, я узнаю, что у них есть такой недостаток, который с лихвой перекрывает все плюсы этих контроллеров. Техас Инструментс – это американская контора. Нет, я не из тех, кто ненавидит Америку и не буду кричать, что раз это американская, то ну его в топку. Нет, проблема в другом. При оптовой закупке таких контроллеров, мне предложат подписать бумажечку, что я обязуюсь не использовать их в изделиях, работающих, например, в нефтяной отрасли, в ЭПК и так далее. Конечно, можно юлить, закупать малыми партиями и так далее, но это не наш путь. После этого выбор стал очевиден – использовать контроллеры СТМ-32. В итоге был выбран микроконтроллер СТМ-32-F0-72. На данном слайде вкратце представлены характеристики этого микроконтроллера. Если давать оценку его характеристикам, то их должно быть достаточно для простых задач управления и автоматизации. Этот микроконтроллер также идеально подходит для задач обучения, ведь на его примере вы можете освоить работу таймеров, USB, ЦАП, АЦП, UART. Именно поэтому я считаю, что этот контроллер идеально подходит для тех, кто чувствует, что перерос Ардуино. Стоит отметить, что при таких характеристиках этот микроконтроллер обладает действительно низкой ценой, что является также неоспоримым преимуществом. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал и мы обязательно снимем продолжение уже про наш контроллер.